Привет, друзья! Кто из нас для того, чтобы доказать свою правоту, не увозил девушку в незнакомый для нее лес, не отбирал мобильный телефон, а потом не бросал в глуши одну? Давайте признаем, в 21 веке быть мужчиной максимально сложно, ведь к традиционным мужским делам и характеристикам добавилась новая святая обязанность. Бороться с глупыми фемками? Серьезно, это основополагающая характеристика любого настоящего мужчины. Ни о каком мужском поведении без однозначной победы хотя бы над одной феминисткой? Если ты реальный мачо, таких должно быть минимум три. Почему? Потому что говорить не приходится. Во всяком случае, кажется, именно так думают авторы замечательного куска текста «Мужское поведение на улице и в жизни». Раз в «Куске текста» с таким названием посвятили практически целую главу, можно сказать, пошаговой инструкции затыканию рта современной самки-феминистки. Еще года два назад в одном из своих роликов я предупреждал, если в книге, видео, статье, «Куске текста» я отказываюсь как-то по-другому называть этот поток сознания. Автор заводит речь о статусных самцах и плодовитых самочках. Просто бегите, оно тебя сожрет. Вот и замечательный дуэт авторов мужского поведения, как говорится, не подвел. Итак, как же поставить современную самку-феминистку на место? Мнение автора данного видео не совпадает с отрывками, которые вы сейчас услышите. Монетизацию это все равно не спасет. Для того, чтобы поставить современную самку-феминистку на место, можно пошутить над ней, заманить в лес. Хороша шутка, ничего не скажешь. Это уже какой там уровень пост-мета-иронии? Ты понимаешь, что нашел настоящую литературу, когда тебе советуют заманить кого-то в лес. Заманить в лес, под каким-нибудь предлогом выудить у нее телефон и возобновить ссору. Если речь идет об общении с современной феминисткой, скандалы, попытки психологически сломать парня будут происходить часто, и искать повод не придется. Тонкие знатоки женской души. У меня вопрос. Ну, пока ставим в стороне заманивания и прочие прелести. Не волнуйтесь, мы об этом еще поговорим. Если вы постоянно скандалитесь с человеком, воспринимаете его как идейного врага. Если вас пытаются психологически сломать. Тупые фемки! Какого черта вы какие-то поездки устраиваете? Это особая форма мазохизма? Типа, срач в интернете слегка затянулся и плавно переместился на лесную опушку. Затем уйти как бы в раздражении и спрятаться неподалеку, наблюдая, как она будет пытаться выйти к людям. Да, в книге о настоящем мужском поведении советуют завести девушку в лес, отобрать у нее телефон и оставить одну. Ну что, дно официально пробито? Хороший вопрос! Пока некоторые зрители безумно переживают, что очередной самый полный гайд по раскрутке инстаграма превращается в книгу, у нас печатают и продают кусок текста вот с таким вот чек-листом. Так, телефон уже отобрал. Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам, белой шкурой у медвежьей брошу их к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним? Ты увидишь, он бескрайний. Я тебе его дарю. Александр Сергеевич Пушкин. Естественно, надо завести ее в реальную глушь и заранее разузнать, не ходила ли она в туристические походы, не участвовала ли в соревнованиях по спортивному ориентированию. Это, конечно, очень важно, а то как-то неудобно получится. Хочешь показательно утереть девушке нос, а тут бац, и она разбирается в предмете лучше тебя. Поэтому, друзья мои, прежде чем расправлять свой павлиний хвост, убедитесь, что оппонент не является специалистом. Предложите Марии Шараповой проплыть 3 километра в ледяной воде. Не сможет? Женщины и физические нагрузки несовместимы. Заставьте доктора исторических наук решать задачи по высшей математике. Не справится? Ну, дурак. Вообще, конечно, весело. Мы сейчас попытаемся доказать, что женщина без мужчины вообще ничего из себя не представляет. Но как следует перестрахуемся. Главное, чтобы такому же лесному экспериментатору не пришлось доказывать уже мужскую интеллектуальную состоятельность в соревновании, к примеру, с профессиональным химиком-женщиной. Проиграет? Ну, все. Мужчина официально глупее женщин. Одиночество должно на нее подействовать угнетающе. А стресс всегда мешает действовать и мыслить. Или же можно оставить ее в лесу со сломанной машиной. Если она такая независимая, пусть докажет это. У нас самостоятельность определяется способностью починить машину? А давно? Понаблюдав за ней, стоит выйти не тогда, когда она начнет плакать, а после, когда она впадет в депрессию и покорится судьбе. Главное, чтобы три недели в кустах ждать не пришлось. Даже не знаю, что радует больше. Фраза «покориться судьбе» или очередное высказывание серии «загрустил» равно «депрессия». Тогда стоит жестко дать ей понять, что она может быть самостоятельна только в искусной городской среде. В естественной среде она зависима от мужчины и слаба. А неподготовленный мужчина из города, оказавшись точно в такой же ситуации, конечно же, проявит себя совершенно по-другому. Вау, какой-то городской житель не умеет ориентироваться в лесу. Вот это, блин, открытие. Тут, конечно, феминистки опростоволосились. Позорницы. То есть, человек, который все это писал, реально думал, что это так работает? Понятно, что лучше совета с лесом в любом случае уже ничего не придумаешь. Но авторы решили дать читателям еще парочку советиков. Девушек легко поссорить, сказав, что одна из них красивая, а другие нет. Вся их валеная солидарность тут же рухнет. Или поддержать ту, которой так завидуют. Но давить на них можно, сказав, что они жирные. Или еще лучше, одной говорить, что красивая, другим, что жирные. Двойной удар. Феминистки правы в том, что мужчины всех времен сознательно занижали самооценку женщин. Но делали это разумно. Для того, чтобы укротить инстинкты, животное начало, сделать из самок жен и матерей. Господи, опять самки. Итак, раньше мужчины, понимая, что женская свобода ведет к разрушению общества, ограничивали ее не ради своей прихоти, а для общей пользы. Так как у мужчин был и есть разум, способность контролировать себя и других, и умение предвидеть, рассчитать, что к чему приведет, на несколько ходов вперед. И современные девушки не испорченные, а именно натуральные самки. Такие, какими они были когда-то, когда их еще не покорили мужчины и не накинули на них узду. Разврат, проституция с 12 лет, аборты, выкидывание новорожденных детей на помойку, это для них не так уж противоестественно. Женская мораль изобретения мужчин. Забористое чтиво, правда? А вы тут полярный, полярный. Когда подобные отрывки всплыли в сети, глупые фемки, которым вообще непонятно, что не понравилось. Ну, левачье, что с них взять? Из машины в лес выбросить. А если серьезно, в прошлом месяце женщина купила эту книгу своему сыну. Ну, мужское поведение. Но сначала решила сама ознакомиться. И слегка прифигела. Выложила фотографии в фейсбуке, потом они попали в твиттер, там отметили аккаунт лабиринта, книгу сняли с продажи, в общем, все сложно. Так вот, решили обратить внимание магазинов, что находится у них на полках. И мать моя женщина! Какая отборная трешанина прилетела в комментарии. Думаю, что книгу написанную для мужчин и читать стоит мужчинам и оценивать. А если вы не попали в целевую аудиторию, то это не вина книги. Не стоит из-за этого опускать рейтинг, если это просто не ваша стандартная литература. Не нравится? Не читайте. Отличный совет, если речь идет о художественной литературе. Ну вот, не нравится вам творчество блока? Не читайте. Только вот беда, кто-то другой прочитает и вдохновится. И вот уже вас везут неизвестно куда и неизвестно зачем. Потрясающая книга. Видимо, русская литература еще не обмещала. А тот факт, что девушкам не нравится, говорит о том, что информация в книге о них правдива и работает против них. Поэтому так хотят, чтобы этой книги не было. Судя по полыхающим гневным комментариям от женщин, феминисток и прочих существ, данная книга действительно интересная. И стоит потратить на нее часть средств своего бюджета и времени для чтения. Гениальное рассуждение. А если уже ваша попка горит от высказывания очередной глупой фемки, значит, она говорит чистую правду по вашей логике. Отличная книга. Не удаляйте ее из продажи, как лабиринтру. Хейтят ее только феминистки, причем взывающие к ультронасилию против мужчин. В книге все по делу. Слабый пол никто не оскорбляет. Молодому поколению есть чему там поучиться. Конечно, не оскорбляет. Просто советуют называть жирными и вывозить в лес. Какие уж тут оскорбления. Все по делу. Отличная книга для мальчиков-подростков. Полностью согласен. Только я бы еще и девочкам порекомендовал. Все должны знать, какие люди вокруг нас обитают. Но ведь женщин тоже учат манипулировать мужчинами. Конечно. Бред ад. Половых гуру хватает с обеих сторон. К сожалению, мы к этому уже привыкли. Только вот в лесу до этого, кажется, никого бросать не советовали. И разница между... Мужчины от... Ну, как бы, от, грубо говоря, 80 тысяч рублей до... 250, да? До 250 тысяч рублей. С ними можно пытаться выстраивать отношения, пытаться их качать. И отбери телефон в лесу и спрячься в кустах все же значительно. А так, да, прямая зеркалочка. Никакой разницы. А вообще весь этот кусок текста просто лучшая реклама феминизма. Серьезно. Даже если постараешься, ничего лучше не придумаешь. Вот после подобных книг. Кстати, реально, прямо во время съемки приехал курьер и привез несколько вот таких вот флянтов. Если хотите, можете перейти в мой инстаграм. Там наверняка будут фотографии. Покажу, что я себе на Новый год прикупил. Какая красота. И да, если что, это не реклама. Я сам заказал за свои деньги, все привезли. Это реально вот просто случайно произошло. Не реклама! Не реклама! Ну, хотя, возможно, это реклама моего инстаграма. Тут, конечно, как посмотреть. Если вы согласны с моими рассуждениями и хотите меня поддержать, то обязательно поставьте лайк этому видео. Кроме того, не забудьте поделиться им со своими друзьями. А также колокольчик, подписка, комментарий. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну, а я встречусь с вами уже на следующей неделе. В понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!